Более 300 избирательных участков откроются в Шымкенте. Большую часть из них оборудовали для удобства людей с особыми потребностями. О том, как готовиться в третьем мегаполисе к неочередным выборам президента, готов рассказать Шуддин Саидов. Шуддин, вам слово. Здравствуйте, Ордах. Все избирательные участки Шымкента уже готовы к предстоящим выборам президента Казахстана 20 ноября. В мегаполисе будут работать 311 участков. Хочу отметить, что 293 из них оборудованы для людей с особыми потребностями. Сейчас на одном из таких пунктов голосования я нахожусь вместе с председателем городской избирательной комиссии Хайрбехом Хунанбаевым. Скажите, пожалуйста, как оборудованы участки и могут ли люди проголосовать из дома? И как вообще быть людям, избирателям, которые по тем или иным причинам не могут прийти на выбор? Да, действительно, у нас все участки города будут голосовать, где люди с инвалидностью. У нас есть пандусы, тактильные дорожки. Кроме того, там они оборудованы специальными уголками, где есть наушники, трафареты, видеокассеты. Те, которые люди хотят проголосовать дома, мы до 11 часов члены комиссии у нас принимают заявки. После 11 часов все два члена комиссии с наблюдателем идут по домам, которые будут голосовать. Люди, которые не могут пойти на участки. А те люди, которые из-за болезни не могут прийти? Также до 11 часов будет у нас прием заявок, а также два члена комиссии со своими наблюдателями идут по домам, чтобы они проголосовали и сделали свой выбор. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители. Напомню, что в день выборов в Шымкенте проезд в общественном транспорте будет бесплатный. Также ожидается, что на участках будут дарить подарки тем, кто пришел первый раз проголосовать. И как же традиционно все выборы в нашем городе проходят с концертной программой, музыкой, песнями и танцами для всех желающих. Ордах, вам слово. Спасибо, Шуддин.